В новый парк науки и культуры «Союз» архитекторы предлагают включить три знаковых для города объекта – фабрику-кухню, центр «Звезда» и музей «Самара космическая». Территорию благоустроят, соединят пешеходными дорожками, построят планетарий, а у музея появятся макеты космических объектов. Пока есть только концепция. Чтобы выбрать лучший проект, архитекторы предлагают объявить конкурс. Мы предлагаем, именно архитектурное сообщество, мы предлагаем провести открытый архитектурный конкурс на проект этой территории, то есть как всей стратегии, последовательной, поэтапной, так и проекта благоустройства, в первую очередь, вот этого небольшого кусочка вокруг «Самары космической». Для того, чтобы это было не закрытое проектирование, для того, чтобы можно было вовлечь жителей, чтобы люди действительно поняли, что это делает пространство для них. Создание нового парка «Союз» позволит Самаре еще раз заявить о себе, как о космической столице России. Крупнейшие предприятия готовы предоставить для парка техники экспонаты для размещения. Спутник «Ресурс-Ф-2» и самолет Ту-154. Уже несколько лет нам предлагают забрать те символы города, которые, конечно, нужно сохранить народу. Ту-154. По переговору уже будет много лет, и вопрос, поставить его здесь или где-то в другом месте, это уже отдельный разговор. Парк «Союз» может стать новым центром притяжения для туристов. Мы это все поддержим однозначно. Формируется предложение по составу рабочей группы. Я полагаю, что все это возможно, тем более у нас очень много городов-побратимов в экономически сильно развитых странах, где такие проекты реализованы. Возможно, они своим опытом поделятся или инвесторов нам подберут. Реализовать масштабный имиджевый проект планируется в несколько этапов до 2021 года. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.